А перед началом просмотра этого видео, я хочу вам порекомендовать подписаться на наш новый канал. На нем вы найдете самые интересные новости из жизни звезд шоу-бизнеса. Ссылка на канал будет в описании под этим видео. Дорогие друзья, а также просто зрители нашего YouTube канала. Сегодня, к сожалению, мы опять спешим с вами поделиться печальным событием. Из-за одного телеграм-канала, где публикуются российские новости из жизни звезд шоу-бизнеса, нам стало известно, что директор первого канала Константин Эрнст на данный момент находится в реанимации одной из больниц города Москвы. Наши корреспонденты поехали туда, чтобы узнать все подробности его госпитализации. Нас в больницу не пустили, так как пандемия, и врачи отказываются что-либо комментировать. Созвонившись с родственниками, лишь один из родственников захотел нам рассказать всю правду. Оказывается, сегодня ночью Константин Эрнст возвращался домой после какого-то мероприятия поздно ночью. Когда он вошел в подъезд своего дома, на него набросились двое парней и пытались отобрать у него сумку. Константин Эрнст отбивался до последнего, но упал после того, как один из нападавших ударил его сзади чем-то тяжелым. Он очнулся уже после того, как семейная пара, муж с женой, пытались его поднять и били по лицу, чтобы он пришел в себя. Возле него было немного крови. Эта семейная пара вызвала скорую помощь и наряд милиции. Скорая помощь по приезду сразу же приняла решение о его срочной госпитализации. На месте происшествия на данный момент работает следственная оперативная группа и наряды милиции. Константин Эрнст находится в больнице, сейчас проводит его обследование. Как сказал один из родственников, скорее всего, у него черепно-мозговая травма. Удар пришелся в затылочную область. Давайте, друзья, поддержим его. Пусть у него все будет хорошо. Давайте ему пожелаем скорейшего выздоровления и всего наилучшего. До скорой встречи, друзья. Субтитры создавал DimaTorzok